Дорогие друзья, приветствую вас! Наконец-то мы начинаем зимний сезон тренировок. Что это означает? Означает то, что вместо того, чтобы валяться вечерами на наших мягких и комфортных диванах, кроватях, мы будем делать упражнения. Хочу предупредить, что каждая серия длится совершенно недолго, по 2-3 минуты. Я показываю досконально каждое упражнение. В связи с чем? Я вам рекомендую создавать плейлисты. Например, любимые тренировки для ног, либо любимая тренировка для попы. Размещать туда по 3-4-5 серий. Рассчитывайте примерное время, насколько вам хочется заценить тренировку. Либо тренировка ваша будет составлять 10 минут, либо 15, либо 20, либо на час. То есть в зависимости от продолжительности тренировки вы туда складываете все любимые упражнения, которые вам нравятся. То есть вы сами можете делать удобные вам комбинации. Те упражнения, которые любимые, которые легкие, начиная с легких, заканчивая более сложными. Либо наоборот, одна тренировка из легких упражнений, второй день тренировка из сложных упражнений. То есть, пожалуйста, размещайте все серии в той последовательности, в которой вам удобно. Здесь вы можете проявить свою креативность и фантазию Итак, давайте сегодня мы займемся нашей талией Наконец-то мы дошли до нашей талии Было много упражнений на пресс Были некоторые упражнения на косые мышцы Но сегодня я покажу самое-самое эффективное упражнение на косые мышцы пресса На вот эти вот мышцы, которые как раз-таки прорисовывают нашу талию И вот уходят вот сюда вниз То есть можно их прокачать до такой степени, чтобы вот от паха они у нас выделялись Соответственно, наш фит, наш силуэт, наш рельеф будет очень-очень хорошо прорисован Я, кстати говоря, вернулась в Италию, пустилась во все тяжкие Потому что понимаете, что азиатская пища, она очень отличается от европейской Тем более от итальянской Это здравствуйте, макароны, паста и так далее Все мучное, все очень такое жирное, с соусами, с кремами и прочее Соответственно, форма была немного утеряна Но иногда я себе даю возможность расслабиться, разгрузиться, да, скажем так От вот этих вот всех рамок И потом опять возвращаюсь к тренировочкам Поэтому сейчас мы укладываемся на пол, на коврик Кстати говоря, не забывайте пить воду, пьем маленькими глоточками постепенно Для того, чтобы нормализовать кровяное давление То есть мы сделали упражнение Если вам хочется отдохнуть, то лучше немножко походить по комнате, не сидеть Чтобы нормализовать работу сердца и работы наших сосудов, крови и так далее Сделайте пару-тройку глоточков водички Итак, укладываемся на пол Итак, мы садимся на пол вот в такое положение Ручки у нас за спиной Мы упираемся на ладони Ножки полусогнуты в коленях Мы отрываем ноги от пола И перекатываемся на один бочок Внимание, мы садимся вот на эту косточку Вот так вот Теперь мы подтягиваем колени к подбородку Стараемся Хорошо напрягаем боковые мышцы Ножки вместе, вот так не разваливаемся Поехали Еще 10 Хорошо чувствуется бока сразу же Завтра посмотрите, как это все красиво выделится Перекатываемся на второй бочок Делаем все то же самое с другой стороны Выдох Когда сокращаемся, всегда делаем выдох Давайте немножко растянем боковые мышцы Тянемся слегка вправо Тянемся слегка влево Не делаем глубокий наклон Растягиваем боковые мышцы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...